Всем привет, меня зовут Дмитрий Рогачев. В Москве прошел очередной архитектурный конкурс, в котором принимали участие различные компании из различных стран, оформляющие две перспективные станции московского метрополитена. Сегодня мы с вами посмотрим на проекты победителей и посмотрим на всех финалистов. Но сначала кое-что очень важное. К сожалению, информацию о результатах конкурса донесли так, что не везде она была озвучена правильно. Речь пойдет о станциях проспект Маршала Жукова-Рублева-Архангельской линии и станции Кленовый бульвар-Бирилевской линии. Это перспективные станции, с которых будет осуществляться пересадка на Большое кольцо, но сами они на Большом кольце не находятся. Все рендеры, которые вы увидите, я буду сопровождать официальными описаниями, чтобы мы с вами понимали, что к чему. Начинаем с проспекта Маршала Жукова. Пятое место в конкурсе занимает Blank Architects Москва-Россия. Одна из задач – превратить станцию в самодостаточный арт-объект. Путь от павильона до платформы как проход через облако. Заходя в павильон, пассажир оказывается как бы на границе воздушной массы. Спускаясь в пространство холлов в виде серии белых светящихся порталов, с верхней подсветкой проходит через облако. На платформе оставляем облако позади, и оно оказывается над нами. Для колонн и плитки предложили выбрать долговечные и функциональные материалы гранит двух оттенков, в то время как потолочные облака выполнены из металла, а эскалаторы оформляются листами нержавеющей стали. Четвертое место – АБТБ Москва. Идея дизайна станции сформирована под влиянием духа места проспекта Маршала Жукова и прилегающих районов. Высотные жилые комплексы, динамичное движение транспорта, огни от машин, домов, фонарей – все это задает настроение величия и парадности в сочетании с урбанистической романтикой, которую мы закладываем в свои концепции. Тонкие красные металлические конструкции наземных павильонов – отсылка к живописному мосту. Сочетая материалы спокойных тонов со смелым цветовым акцентом в конструкциях павильонов, мы получаем торжественный, яркий и современный интерьер. В подручных переходах и вестибюлях главной темой является динамика. Стены дополняются тонкими металлическими полосками, создающими эффект движения. Третье место – Novadeis, Москва и Architects of Invention, Лондон. Образ станции основан на чистом приеме, многократном повторении фигуры вращения. Из нее складываются колонны, обрамляющие платформу. Образ колонны отсылает к телескопическим устройствам и изделиям, антеннам, механическим ногам строительных или космических аппаратов. Он – посвящение механистической, ретро-футуристической красоте метрополитена. Синий, красный и серебряный – основная цветовая гамма всех пространств. Преобладающий на платформе синий в сочетании с красным придает пространству спортивную бодрость. Мягкий серебряный свет, разлитый в подземном вестибюле, создает чистое пространство, в котором одинаково приятно очутиться как в начале, так и в конце пути. Весь дизайн станции основан на повторении единственного элемента – тонкой алюминиевой трубки. Напоминаю, что мы все еще говорим о станции «Проспект Маршала Жукова», хотя военная тематика пока еще не затрагивалась. На втором месте – мастерская архитектурных пространств. Образ места и само название проектируемой станции очевидно связаны с военной тематикой. Да ладно. Связь с военной тематикой обыграна единым элементом в виде декоративного паттерна, напоминающего контрастные орденские планки. Паттерн используется в интерьере на стенах и в благоустройстве станции в виде мощения. Главная объемная единица – колонна с сечением суперэллипса разного размера. Она также отображена и в экстерьере, и в интерьере. И, наконец, победитель – архитектурное бюро Осадова. Орден Великой Отечественной войны – одна из самых почитаемых наград страны. Символ мужества, храбрости и героизма советских людей. Именно этот орден служит прообразом архитектурного решения станции. Красная звезда, белое обрамление и золотые лучи сплелись воедино, превратившись в обелиски славы. Темные боковые стены, олицетворяя трагизм войны, зрительно раздвигают пространство. Большую роль в архитектуре станции играет свет. Общее освещение создается отраженным светом, источники которого спрятаны за боковыми продольными карнизами и основаниями звезд. Тонкие лучи золотого света создают геометрический световой орнамент на потолке. Особую торжественность интерьера придает рубиновый свет стеклянных участков колонн. Входные павильоны в виде красных клиньев четко маркируют зоны входов на станцию и вместе с тем несут символическую составляющую, перекликаясь со стрелками военных карт. На мой взгляд, среди этих пяти вариантов нет ни одного такого, который действительно запал бы в душу и стал бы участником различных топов оформления современных станций Московского метрополитена. Но вариант победитель действительно подходит под название, подходит под военную тематику. И несмотря на то, что станция мне не очень сильно приглянулась, возможно, в реальности она будет выглядеть гораздо симпатичнее. Но так или иначе, она действительно подходит под название проспект Маршала Жукова. Перед тем, как перейти к финалистам оформления станции Кленовый бульвар, у меня к вам одна просьба. Прямо сейчас перейдите под видео, нажмите на лайк и на кнопку подписаться. Это очень важно для продвижения на ютубе сейчас. Около 70% моих зрителей не подписаны на канал и для алгоритмов сайта это не очень хорошо. Я надеюсь, что вы поддержите меня нажатием на эту кнопку, а также не забывайте комментировать, ведь любые обсуждения всегда интересны. Ну а теперь переходим к Кленовому бульвару. Пятое место. АБТБ. Используя монохромную гамму, создается лаконичный интересный дизайн станции с легким романтическим настроением, которое ощущается во время прогулок по московским бульварам и паркам. Входные павильоны представляют из себя легкие прозрачные объемы. Тонкие наклонные колонны, стволы вырастают из широкого цоколя скамейки и поддерживают немного наклоненную кровлю. Темный потолок из алюминиевых панелей со встроенными прямоугольными светильниками изображает разнообразные просветы неба сквозь листву деревьев. Тема наклонных колонн, стволов продолжена в облицовке стен подуличных переходов и вестибюлей. Пол из темного гранита инкрустирован контрастными плитками из светлого гранита, что также создает ощущение падения солнечного света, пробивающегося сквозь плотные кроны деревьев. Бюро «Воздух» из Москвы и их коллеги из Ганновера на четвертом месте. Концепция позволяет остановиться и почувствовать, что есть что-то большее, чем тактические задачи, и рядом с нами существуют вещи, которых люди не замечают. Звездное небо – одно из самых красивых явлений природы, которые веками могли наблюдать менее индустриальные цивилизации. Дизайн станции построен на визуальном контрасте и рассчитан на эффект неожиданности при спуске на платформу. Темный сводчатый потолок и точечное освещение создают эффект звездного неба и погружение в пространство. Минималистичный декор позволяет сделать акцент на впечатлении, а не на визуальной насыщенности. В вестибюлях светильники повторяют геометрию созвездий, представляя карты с северного и южного неба. Цветовые акценты вестибюлей выполнены стеновыми панелями с текстурой северного сияния. А знаете, для какой станции именно этот дизайн подошел бы лучше всего? Для второй станции – ВДНХ, которая теоретически может появиться после 2035 года на перспективной Ярославской линии. Но так как Ярославская линия в перспективных планах самая последняя, вряд ли этот проект доживет до того времени. На третьем месте – Бленк Архитектс. Обширная зеленая территория, исторический парк Коломенская и его усадьбы – важные составляющие образа района, которые отражены в интерьере вестибюля станции и входной группы. Вместе с тем в дизайне также воплотились тенденции современной архитектуры и традиции московского метро. Платформа представлена в виде символического бульвара, характерного для городской архитектуры Москвы, а на потолке за счет подсветки создаем небо. Его можно разглядеть через колонны, стилизованные под кроны деревьев. Элементы светового дизайна помогают воплотить ставшую традиционной для столичного метрополитена концепцию. Потолок над платформой отождествляется с небом, пол – с землей. Павильон станции представляет собой стилизованную парковую арку из деревьев, которая приглашает к переходу с настоящего уличного бульвара на символичный. Теплая подсветка свода вестибюля позволяет станции оставаться светлой, в том числе в вечернее время. Туннель из крон деревьев – колонн характерного силуэта на платформе. Кроме декоративного назначения, также подчеркивает направление движения пассажиров и служит цели интуитивной навигации. Второе место. Бюро «Крупный план». Наружный павильон и перронный зал объединяет геометрическая тема конуса, вызывающая самые неожиданные ассоциации – от рожка с мороженым до сопла космической ракеты. Наземный павильон представляет собой положенный на бок конус со скругленной вершиной и входным порталом в основании. В интерьере же сюрита конусов, поставленных на вершины, следует ритму несущих колонн. Их оси попеременно наклонены то к одной, то к другой стороне платформы. Сверху конусовидные объемы подрезаны, в результате образуются круглые светоносные поверхности, ответственные за световую режиссуру, заставляющие вспомнить Кропоткинскую. Интерьер решен в трех цветах и текстурах – белая штукатурка, темно-серая покраска и светло-серый пол. И, наконец, победитель – тот проект, который действительно радует глаз. Консорциум Заха Хадид Архитектс Лондон, А-Проджект Крост Москва, Аруб Лайтинг Лондон и Систематика из Милана. Станция метро нового поколения, которая будет создана с использованием методов проектирования, позволяющих воздействовать на чувство пассажиров. Элегантность, легкость, чистые линии, прозрачность и свет – все сделано для удобства и снижения уровня стресса от большого города. Одним из составляющих элементов проекта является освещение. Динамическая система световых температур позволяет информировать пассажиров о прибытии поезда. Высокое светлое пространство и обтекаемые колонны, спроектированные в виде стрелок, переходящие в световые линии, являются проекцией движения в пространстве, обеспечивают необходимый уровень освещенности и визуальное обозначение краев платформы. Не знаю как вам, а мне этот проект от архитектурного бюро Захи Хадид очень сильно понравился, потому что он действительно интересный, это игра света, которая мне нравится, это очень приятные плавные линии, которые характерны для абсолютного большинства проектов этого архитектурного бюро. И мне очень нравится то, что здесь продумано очень много мелочей, но я очень сильно боюсь, что этот проект как-то упростится к моменту реализации. К сожалению, это вполне естественная ситуация для большинства наших руководителей, несмотря на то, что много раз самые разные чиновники, самые разные поколения заявляли, что оформление это всего лишь маленький процент от стоимости строительства станции, почему-то именно на оформлении начинают экономить. А если здесь хотя бы что-то убрать, то этот проект уже будет совсем не таким. Я очень надеюсь, что он все-таки будет реализован полностью. Все. Я уверен, конечно же, что мечтать не вредно, но возможно все получится. Будем держать кулачки и будем надеяться на лучшее. И я буду надеяться, что это видео вам понравилось. Спасибо за внимание. Спасибо тем, кто продолжает поддерживать мой канал. Ссылка, как всегда, в описании под видео. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok